Присоединились к нашему приглашению, и сегодня мы начинаем нашу предматчевую пресс-инференцию, на которой присутствует генеральный директор футбольного клуба Шамик Алик Алик Азизов, главный тренер футбольного клуба Алексей Борисович Скукалов, и футболиста команды Бойн Йоркевич, капитан команды ИИ, очень авторитетный футболист в России, заслуженный мастер спорта Олег Иванов. Пожалуйста. Ваши вопросы? Ну да, можно, я вторую, да. Во-первых, всем здравствуйте. Я хочу всех поздравить с предыдущем, потому что завтра начинается чемпионат России на череду. Команда фоносована, команда готова сортовать и готова к бой, как я так и люблю. Вот. А Асей Борисович, ребята расскажут, что они делали, как они готовы. Вот. Мне задавайте вопросы, все связано по клубу. Спортивные вопросы вы знаете, кому задавать. Хорошо? И давайте без подъюди. Ждем от вас вопросов, которые есть. Можете задавать неудобные вопросы. Если нам будет неудобно, мы промолчим. Если будет удобно, мы будем по столбине говорить. Хорошо? Да, и, дамы и господа, пожалуйста, представляйтесь. Желательно. Желательно. Ручку можно? Извините, на столбик. Ручку можно? Ручку можно? Ручку можно? Максим? Дальше, Микаринович. Максим, она присылает. Такой актуальный вопрос, вообще, как вы сейчас оцениваете финансовую перспективу клуба? Вы говорили, что у Фу есть финансовая подушка и определенный запас. Но сейчас реально сказать, за сколько вообще хватит? Клуб не чувствует никаких финансов. Проблемы сегодня. У нас задержек по зарплате, по любым действиям клуба нет. Насчет подушки могу сказать, что она достаточна для того, чтобы спокойно выступать в этом чемпионате. Что будет дальше, мы сейчас живем в таком месте, что все меняется очень быстро. Поэтому на сегодняшний день проблем с деньгами, у кого нет. Позорухи, слухи, они существуют. Естественно, могу сказать, чтобы не было такого, что я ушел от разговора, я скажу, что, конечно, недофинансирование, оно есть. Оно в очень большом количестве. Но мы все эти годы готовились к этому. Мы нарабатывали определенные модели существования клуба. И сегодня клуб существует так, как он должен существовать. Как, в принципе, наверное, все должны клуба существовать. То есть, в принципе, та модель, которую мы декларировали, она пришла к нам. Все. Следующий вопрос. Какие еще позиции, как вам, как главного тренера футбольского УФА хотел бы прийти до окончания заявки на сезон 21-22? Ну, заявка на сезон 2-го сентября. До конца трансферного окна в любом случае мы будем еще рассматривать футболистов. На сегодняшний день одна из основных задач нападающих. И в этом плане ведется работа. Ну, сами понимаете, не хочется брать, а вы кого. Пока такая ситуация, что ждем, ждем, а цена-качество, чтобы совпадало. Поэтому основная, наверное, сейчас позиция, которую мы хотели укрепить, это нападающий форвард, скажем так, габаритный, способный хорошо играть, что в новой площади. То есть, оканчивая, так сказать, на окно, еще приобретение и усиление. Ну, работа ведется в этом направлении. Опять же, я говорю, не хочется брать просто игроков в команду, чтобы расширять заявку. Если будет качественный исполнитель на те условия, которые мы сегодня можем предложить в нашу выборную клубу, тогда будет. Если нет, то нет. Еще, когда я в короткой вопросах, по джималу про амбидзу, когда стоит? Вчера с ним разговаривал, уже без костылей. В конце августа мы запланировали на МРТ еще раз. Там, как бы, есть определенные сроки, но все может происходить быстро. Опять же, восстановление пока идет хорошо. В конце августа ему сделают еще очередное МРТ. И там уже будет понятно, какой еще срок реабилитации понадобится. Ну, еще короткий вопрос. Юрий Шатюшман, как в команде, как в команде. Ну, Юрий ищем команду на сегодняшний день. Потому что, ну, вратарь, который, скажем так, на сегодняшний день, опять же, уже несколько лет без игровой практики, да, самому хочется, наверное. Поэтому он ищет клуб, и мы ищем. А вот сейчас мы взяли для молодого парня, чтобы составить конкуренцию, чтобы у нас был парень, который в любой момент мог заменить Сашу Белину. Евгений Макаров, футбол Киевного Урала. Алексей Борисович, расскажите в двух словах о предсезонных сборах, как прошлись, и ваше мнение о новичках команды. Расскажите о них немножко. Предсезонные сборы мы планировали два этапа. Первый этап это был втягивающий, проводили сильный в Москве. Задача этого сбора была привести ребят после отпуска к общему знаменателю, посмотреть новичков, если таковые были, опять же. А второй сбор, мы разговаривали с Шамириком Милочем, он должен быть, был игровым. Вот, и соперники должны были соответствующего уровня, потому что вы сами видите, какой у нас старт. Вот, и слава богу, что нам удалось съездить в Австрию, где мы получили хорошие спарринги, где мы посмотрели, опять же, всех наших ребят, новичков, попробовали какие-то сочетания новые. Что касается непосредственно ребят, на сегодняшний день, если мы говорим о наших приобретениях, да, это прежде всего игроки на перспективу, молодые, это и Кузнецов вратает. Ну, на сегодняшний день, скажем так, из тех ребят, которые пришли с ФНЛ, Юра Журавлев зацепился за свой шанс, ну, на сегодняшний день, опять же, и мы планируем, что он начнет игру с ЦСКА, уже в стартовом составе, я имею в виду из новичков. Вот, Батака и Фищенко, я знаю, хорошо по работе верить, это молодые футболисты, но надо обрасти мясом, вот, и, опять же, они набираются опыта, у ребят, которые слева и справа от меня сидят, вот, нужно какое-то время для адаптации, и мы на них рассчитываем. Ну, пришел Азер Алиев, все вам знакомы, здесь не надо, вам ничего говорить, вы его прекрасно знаете, и Эгаш, парня, которого мы взяли с мини-футбола, считаем, что у него тоже есть перспектива, вот, но, к сожалению, не смог он с нами попасть на сборы, потому что были проблемы с визой и с учебой, заканчиваемой с этим. В целом, все эти футболисты, которые пришли, это свободные, скажем так, агенты, да, это игроки на перспективу. Что хочется отметить, что мы сохранили костяк прошлогоднего состава, это тоже немаловажный фактор. Нам буквально сейчас, ну и к Бауру вернулся, забыл про Бауру сказать, вот, тоже большая работа с менеджментом Кубы была проведена, для нас это тоже качественный футболист, вот, и буквально, наверное, нам сейчас, скажу так, одного-двух таких квалифицированных футболистов бы хотелось еще видеть. Алексей Борисович, из «Спортэкспресс» пришел вопрос на эту же тему, вы уже ответили на большую часть его, вторая часть этого вопроса. Какое сейчас физическое состояние у браков, считаете ли вы, что команда вышла на пик форму? На пик форму команда выйдет по сезону, и в первой игре навряд ли кто-то скажет, что вывели команду на пик форму, что-то после пик формы. Пик форма этот туда зашел и сразу упал. Наша задача в предвиковом состоянии держать команду, да, чтобы она не переходила эту черту и не падала вниз. Мы считаем, что мы хорошо подготовились, а ответ только дадут официальные игры. Такой вопрос. Сейчас очень много. Какие спортивные события посещаются с паркодами, данного облашения Ганилчева? Есть ли понимание, как, наверное, домашний матч будет посчитать боевщиков, в том числе и журналисты, как они сами проводят? Начинают быть справки, паркоды и вообще. Как вы относитесь к твоему? Мы официальный запрос дали. Мы, профессористов, просили дать нам разъяснение, что мы можем предоставить болельщикам и любителям футболу для того, чтобы посещать матч. На сегодняшний день пока ответа нет. Я думаю, что в понедельник-вторник мы получим ответ, и это будет примерно для нас понятие, как реализовывать и программу билетную, и то, что касается, естественно, журналистов и всех, кто мог предоставить. На сегодняшний день будет так вот. Но если вы видите, что происходит во всей РТЛГ, то очень много разнится в различных моментах. Кто-то вообще никого не пускает, у кого-то 30, 20, 20, 500 человек. Поэтому мы должны получить, еще раз повторю, четкое разъяснение властей и Роспатриотподзора Республики для того, чтобы, наверное, этот ответ, этот ответ. И еще на эту же тему вопрос к Боину Египетовичу, также из Москвы пришел. Наверняка вы общаетесь с товарищами по сборной в Словении. Какая сейчас ситуация в Словении? Как там люди будут посещать сбору? Здравствуйте. Здравствуйте. В Словении час покоронил все нормально, ми в зеленой зоне, чуть-чуть поменялись, ми долгите впереди, все было закрыто, час все получил, на самом деле часто 50% и все нормально будет больше. Как здесь Роспатриотсия работает по этому уровню? Еще вопрос. На сборах сыграли с европейским клубом, который играет игроков КОП, это было дело специально, вы считаете, что у них уровень этих штабов повыше, чем в наших клубах? Как показывает последнее время? Ну, опять же, я говорю, возвращаясь, безусловно, основная задача стояла найти спарринги, соответствующие командам, нашим топовым, да, потому что старт, ЦСКА, Динамо, Локомотив, Нижний, Зенит, вот, и выбирали эти команды, да, и проверить себя на этом уровне, скажу так, что во всех играх мы достойно выглядели, вот, порадовало то, что ребята принимали тот темп, который давал соперник, вот, и во всех играх у нас были хорошие возможности для того, чтобы забивать, где-то и мастерство подводило где-то функциональное состояние в плане того, что усталость все равно накапливалась, вот, так, в целом, получили то, что, в принципе, хотели. Еще вопрос? Давай, как ты не задал, слушай. Телеграм-канал Ксюша сказала, Шамиль Камилович, вы, Ростислав Рафатович, говорили, что в прошлом году деньги футбола ушли на поддержку Салавата и Улаева, и была возвращена только часть, и то после трансферного окна. Это при том, что несколько игроков Салавата находится в первой десятке, топ из самых высокооплачиваемых. Кто принял решение отдать деньги бегом и богатым, и будет ли возвращена эта сумма футболкам дали? Вопрос, на самом деле, он не ко мне, наверное. Все-таки это к людям, которые принимали решение. То, что, да, на определенном этапе такая ротация была, да, она была. А что дальше, это все-таки лучше задать людям, которые принимают решение. Хорошо. О какой сумме идет речь? Это сумма большая. Знаете, я могу сейчас сказать такую кромановую вещь, она, наверное, будет звучать так, что любые действия руководства клуба, если они будут сказаны вопреки какому-то действию, это будет не очень хорошо. Мы довольны тем, что, с удовольствием, мы живем в том, что существует, то, что мы являемся одним из брендов республики Бористохристостан, мы довольны тем, что нас ценят, у нас есть подрядчики, нас знают в России, нас знают в Европе, в мире, мы этим довольны. Мы довольны, что сейчас происходит. Но мы никогда не будем против высоте нам добавить. Это будет хорошо для чего? Потому что мы можем показывать более лучший результат. На сегодняшний день, я так скажу, понятно, что, я не знаю, ребята меня поддерживают или нет, я скажу, что мы, мы все, и наш клуб, мы будем бороться за высоте высоте. У нас очень коэффициентные футболисты, у нас очень коэффициентный ательянский штаб, у нас неплохое название. И мы обязаны бороться за высокие места, мы будем в этом году бороться. То, что произошло в том году, мы будем стать определенным моментом также для нас ростом. Поэтому, если денег появится, так мы разве будем? Так и появляется сегодня спорт. Да, мы над этим очень серьезно работаем. Это связано и с Декумом, и с другими компаниями, которые сегодня очень серьезно в этом плане работают. А то, что хоккей, футбол, либо волейбол, это все, в любом случае, команды, которые приносят славу и спорту. Я за спорт. 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 24 задает опросу Шанилю Камиловичу, сообщалось о том, что Александр Белинов может перейти в «Зенит». Это информация верна или просто слухи? Саша один из тех игроков в Сан-ПУА, который является лидером национального чемпионата. Естественно, всегда таким футболистом будут интересоваться. Если клубу придет предложение, то клуб пойдет на следующую игроку, что вопрос с вами совершенствует. Это для нас девиз нашего клуба. Если есть движение вперед, то естественно, мы приказывать не будем. Но конкретного предложения еще не было, да? Следующий вопрос Алексею Борисовичу спрашивает. У УФы довольно сложный календарь на старте чемпионата ЦСКА, Динамо, Локомотив и Зенит в первых пяти турах. Не дали ли это психологически на команду? Вы знаете, я когда приходил в конце чемпионата, тоже все говорили, что календарь рабочий. Наоборот, это вызов для команды. И мы это прекрасно понимаем, ребята. И мне кажется, лучше начинать с такими командами, да? Когда помимо того, что ты играешь, еще ты понимаешь, с кем ты играешь. Я надеюсь, что футболисты, не то что надеюсь, я знаю, что в этих играх они покажут самый высокий свой потенциал. Я нахожусь на прямой связи с ЦСКА. Иначе надо сидеть. Да. Кладителям оборота придет. То есть мы на связи, мы оправденные проводим там дискуссии, все, что связано с футболом. Я думаю, что на каком-то определенном этапе в настоящий другом случае состоится. Ну, слабо. У меня очень много в ВКонтакте феодетовый чемодан. Уже который год из УКУ уходит огромное количество человек из молодежного состава. И вопрос такой, почему уже несколько лет у Феи не заигрывают собственные воспитанники? Ну, вопрос такой спорный. Наверное, все-таки мы даем возможность ребятам прогрессировать, опуская их. Да? Потому что, если по кого это играть, я не знаю. То есть ни один из футболистов, которые были отпущены, не был готов играть в первый кат. Ни один. И это показывает время сегодня. То есть футболист, который был готов играть в составе, это Игорь Тивиев, он был продан. Остальные футболисты сегодня, да? Два футболиста, в которых мы верим и в которых видим потенциал. Это и миллионов, и голоусов, они были отданы в аренду для того, чтобы они получали практику игровую. Мы верим в этих ребят. Это наши воспитанники. И мы буквально там, наверное, скажем такое, что сто процентов верим, что они заиграют. Мы за них держимся. Сейчас касаемо, когда мы отпускаем, значит мы не видим потенциала сегодняшнего. А возможности дать им игровую практику, мы же не можем футболистов держать до такой степени, чтобы они были заканчиваться. Так вот. Вот это такая модель. Естественно, это повлияло на то, что мы убрали у футбол, который играл во второй линии, по ряду причин. Но сегодня у нас есть в Республике команда Спартака и Материда, которые, на самом деле, играют половину наших матерей. То есть мы делаем то, что должна делать команда Республики. Создавать базы с футболистов, которые будут играть за Республику. Этим мы и занимаемся. Может, тогда второй вопрос. Есть ли сейчас какое-то взаимодействие между клубом в Спартак Тоймазы и в Калфа? Вы не слышите? Я сказал, что команды нет. Я о чем говорю? Вы знаете состав Спартак Тоймазы? Да. Как Вы думаете? Есть болезнь? Ну да. Вот ответили на этот вопрос. Хотелось бы у болельщиков с футболом футболу ухажать. Я хотелось бы узнать, как Вы озвучили. В связи с переименованием стадионов в Бэргум-арену, будут ли какие-то интересные активности, локации для болельщиков, что-то интересное, сюрприз какие-то ожидает у нас в этом сезоне? Я надеюсь, что это партнер, который с вами ждал. Он зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. И мы рады тому, что мы работаем с Бэргумом. Кстати, могу сказать, что велись переговоры с двумя букмечным компаниями. И они хотели тоже, чтобы мы с ними работали. Но мой выбор сделали в пользу Бэргума. Почему? Потому что это был старый партнер. Проверим. Поэтому, Вы знаете, они пытаются работать. Пытаются работать хорошо. И раскачивают ситуацию с болельщиками и с интересами. Я думаю, что, естественно, очень хорошие фишки и вещи будут. Тем более, связаны и с фонарским движением, и с движением болельщиков. И я еще дополню, Жанн Николаевич. В свою очередь, Вас хочу пригласить, пока еще не определена дата. Бэргум планирует в первой декаде августа, еще пока дата не определена, провести собственную пресс-конференцию. Они уже собирают, Вы видели вопросы по соцсетям. И расскажут журналистам непосредственно, что они хотят поменять на футболе. Может быть, какие-то предложения будут оказаться. То есть, как видите, они идут на встречу. Компания достаточно гибкая. Тут же реагируют на все. Можно я сейчас что-то не в тему скажу, да? Я скажу, что клуб очень серьезно работает к тому, чтобы интересовать болельщиков. Чтобы прорваться из определенной модели, которая есть у клуба. Очень, конечно, не очень хорошо то, что лидеры команды, обычно футболисты, которые заявляют о себе очень ярко, потом уходят из клуб. Это дает не ту надежду для болельщиков. Но я хочу сказать, что мы должны развиваться так. Другого пути у регионального клуба нет. В то же время, могу сказать, что в том году, хотя у нас был урезан бюджет, для себя мы сами его урезали, мы очень прилично деньги потратили на фестольк. Мы изменили поле, мы купили новый автобус, мы сделали клуба-блота. Есть очень много вещей, которые мы делали. Потом мы в республике, в Уфе, три поля сделали. 161-я школа, 31-я и на Уфе. Это все делали мы с вами. Это вливание примерно 130 миллионов. Эти деньги потрачены только клубом. Клуб развивается социально, очень серьезно. У нас сегодня полторы тысячи детей. У нас тренировка идет все время. Для меня самая большая радость такая, когда я еду по Уфе и везде вижу своих воспитанников. Везде. В любом районе города я их вижу. Меня вот за это берет гордость. За эту гордость за наш клуб. Потом еще раз скажу. Меня берет гордость за наших фанатов, которые разукрасили город. И потом, извините, кто-то чего-то там закрасил. Был труд людей. Был труд молодых, целенаправленных ребят. Кто-то это уничтожил. Кто? Я этого человека не знаю. Вот я хочу спросить, кто этот человек? Пусть он выйдет и скажет, это я. Я убрал эту картину и просто взял ее из зеленых транспирков. Вот эти вещи надо делать. Спасибо. Пусть вас поддержим. Мы даже не понимаем, что происходит. Просто максимально уничтожили эту ситуацию, на самом деле. Столько бы трудов было, столько согласования. Это же все было сделано на официальных мерах. Но ты же, вы же делали это все со согласованием города, да? Со согласованием администрации этого района. Что, почему потом с вами это не делали? У вас официальная организация. Правда? Да. Да, были же опции о том, что если непотребный вид приходит, мы сразу же реставрируем за свои деньги. То есть мы сразу же приезжаем. Ну так задайте вопрос. Вот пусть же у нас... Пусть же так же не может понять. Вопросы зададут. Ну вот как раз вопрос на эту тему мне сейчас написали. Позвонили. Действительно ли эти баннеры, эти графики были согласованы полностью? Абсолютно. С администрациями районов, каждого района я лично согласовываю. И города. Конечно. Пожалуйста, еще вопрос. Ранил Гребов. Спортивный образовательский канал «Вселфа». Шангель Камилович, вопрос скорее больше к вам. Вы сказали уже сегодня, что команда будет бороться на самые высокие места в чемпионате. Но распространяется ли это именно Кубок, в связи с учетом того, что у команды был полуфинал. В общем-то команда очень плохо. В этом турнире выступал. Были ли самые высокие задачи во всех турнирах? Конечно. Кубок для всех понятно, что это прямой путь и довольно-таки непростой. Но он самый короткий. Отдать титул. Естественно, все силы будем во все турниры, где мы будем участвовать. Поэтому я говорю о том, что команда недовольна тем годом, что произошло. Это да. Мы все недовольны. Но так произошло. Но мы выше с честью из этой борьбы. Мы сохранили прописку. И в этом году будем промывать, я думаю, лучшие вершины, которые еще у нас нет. Я в этом буду надеяться и уверен в этом. И я уверен в ребятах, которые меня отражают. Если можно еще вопрос. Алексей Борисович. Буду сказать вам. Совсем недавно завершился чемпионат игроков 2020 года. Если вам, как тренеру, удалось что-то посмотреть, несмотря на то, что совпадали игры со сборами. Но если бы удалось что-то для себя увидеть, посмотреть. Могли бы вы выделить как наставник какие-то тренды современного футбола, которые могли бы в будущем взять и для себя? Безусловно, мы старались смотреть тем матчей европейского чемпионата. И даже финал смотрели все их команды. Изначально я на 99% был уверен, что чемпионами станут батальянцы. Потому что помимо того, что там собраны высококвалифицированные футболисты, сумасшедшая организация игры. И те эмоции, которые есть в этой команде, нет никакой команды. И что касается трендов, для того чтобы провести анализ, на это нужно время какое-то определенное. Но что касается самой игры, она в любом случае развивается. В плане интенсивности, в плане быстрых переходов. Очень сложно забивать мячи с позиционных атак. Это видно. Потому что команды стали наиболее организованными. И стандартные положения выходят на первую, даже ауты. Любые мелочи. И самый важный момент, это то, как команда умеет быстро перестраиваться на футбол. От одного действия любого. И это будет все больше и больше. И больше будет интеллекта. И больше будет футболистов, которые физически одаренные со всех сторон. То есть не каким-то одним качеством, а всесторонний раз. Все идет туда. Сможно. Никита Вальф, вкусный футбол. Вопрос от Алексея Ларисовича. Несколько такой, может, психологический. Вы прибыли в клуб, когда он был на грани вылета. У меня не удалось спасти. Указать красивую игру. Вкратце, с чем вы связываете с огромным успехом. И что происходит в тренерской душе, когда новый сезон, новые требования вы уже приучили к таким достаточно высоким стандартам качества футбола. То есть есть ли какая-то тревожность или уверенность в присутствии? Если тревожность есть, это хороший знак. Когда все спокойно, это плохой знак. Безусловно, когда вы приходили в команду, после первых общения с ребятами было видно, что здесь есть команда. Осталось только немножко изменить фон эмоционально. За то время, которое мы провели сейчас вместе на сборах, я думаю, мы больше еще сплотились. Это, наверное, больше ребятам вопрос, но это чувство как тренера. Можно иметь очень хороших футболистов, но это может не быть командой. У Фе есть команда, это самое главное на сегодняшний день. Команда как коллектив начинает от руководителя и кончает. к всем нашим сотрудникам. Для меня, как для тренера, самый важный аспект – это именно это, что прежде всего должен быть коллектив. Коллектив, который каждый за каждого. Можно выиграть, можно проиграть – это футбол у любого соперника. Но быть командой – это важнее даже победы. Спасибо. Шамиль Камилович, можно просто вам. Планируется ли обновление формы людей? Может быть, какой-то балтины формы? И вообще, как вы относитесь к цветам? Потому что, насколько я помню, в светлой форме, в которой сейчас ребята как-то больше было негативных результатов? И все это в условности. Ну, в футбол – это всегда есть какие-то приметы. Наверное, у многих. не только процентов, но очень много. Поэтому мы готовим новую фишку. Я и сегодня хотел на ней выйти. По определенной теме это не получилось. Буквально, надеюсь, что в течение недели мы предоставим, куда мы идем, что мы хотим. Будет бренд, который не меняет бренд Уфы, но он будет двигаться вместе с нами. Это связано с нами, это связано с Республикой, и мы хотим этим еще больше болельщиков вокруг себя объединить. Это будет, и я надеюсь, что всем понравится. Мы в этом направлении работаем. Ну, а то, что кому-то какая-то форма не нравится, что это? Кстати, о форме. Я думаю, что завтра, что будем там в преддверии любого вопроса, завтра будет презентация новой формы. Подождите, она выйдет на сайте, и вы ее увидите. Спасибо. Денис. Вопрос. Вы рассказали, что в БМК-5 бренды будут в Штатстане, мы видим, что бюджет будет сокращается, что встреча с первыми зрителями сокращается. Вам не кажется, что МТС в самых высоких крестах футболовый мотивированный в качестве? Мы один из брендов. То, что делают власти, я не обсуждаю. Я занимаюсь футболом и только футболом. Я могу рассказать о том, что происходит в клубе, о том, что происходит в других аспектах, которые меня касаются. Я понимаю, что Республика живет не едино футболом. Вопросов очень много. Но уверен в том, что футбол пришел в Республику и относительно. Вот это я уверен. По поводу Кейсерных Бурных, я хотел бы спросить, правда, что в Ленинске годы обошелся в 40-м прибыльных платах? Ну, побольше. Больше 70, правильно? Да, вот так. Контракт рассчитан на три года. Он имеет определенную лестницу. Его рассказывать и его полностью рассказывать по договоренности с Думой я не могу. Насколько это финансовое? Это очень хороший подспорь и очень хороший контракт для регионального клуба. Конечно, он уступает клубам Москвы и Петербурга. Это бесспорно. Но для региональных клубов это очень серьезно. Спасибо. Акен? Акен Миколаевич, не могли бы Вы рассказать о судьбе экипировочного центра футбольного клуба УФА, прекратить дело в своих существовании в каком-другом помещении? Экипировочный центр УФА прекратит существование. Вот именно там, где он сейчас существует, мы ищем помещение намного меньше. Почему? Потому что ту нагрузку, которую нам дают помещения, мы просто не выдерживаем. Это огромная сумма. 200 тысяч рублей в месяц мы едем. Мы 100 тысяч рублей закрываем условно рекламу и 100 тысяч платить за помещение плюсом, кэшем мы не можем. Город нам не хочет помогать. Что ты делаешь? Мы уходим с этого помещения и буквально, я думаю, за неделю заводим мы его с Петербургом. Ну известно, что клуб сейчас проверяет контрольный счет Палаты Республики. Что это за проверки и почему они происходят? 9-го числа вышло постановление. Я в преддверии скажу. Депутат Ляров попросил проверить использование какой-то программы, которая есть. Я эту программу развития футбола, и я ее не видел. То есть я до этого был еще председателем федерации футбола. И я знаю, какие программы мы делали. Ту программу, на которую ссылаются, я ее как бы не видел. 9-го числа, по-моему, я не спорю, не спорю. 9-го числа было выписано представление о том, чтобы проверить клуб в 9 часов. 10-35, здесь было 3 человека. Это скорость сумасшедшая. То есть надо еще доехать и успеть. Мы предоставили определенные документы, но и мы сама тут. То есть нам скрывать нечем. Клуб довольно-таки хорошо работает. Вопрос существует только в одном. Конторная счетная палата, по моему ощущению, должна заниматься бюджетной финансировкой. Бюджетной финансировкой у клуба УФА нет. Мы получили субсидию 100 миллионов рублей в марте этого года от Министерства спорта. Но даже не прошло еще 4 месяца. Мы должны счет за через год. Наверное, какие-то недоразумения произошли. Я так думаю, что произошли недоразумения. Кто-то чего-то там никому не досказал. Депутат чего-то начитал. Как многие читают Телеграм-каналы, еще чего-то. Анонимные особенно. Да? То есть. Есть ли? Которых лично людей я лично не знаю, не видел никогда в жизни. Только надо подписываться, когда пишут. Знаете, что он подписывал? Раньше анонимку как писали? Как писали? Не знаете, как анонимки пишут? Как подписываться? Не знаете? А? Доброжелатель. А? Доброжелатель. Так подписывайтесь. Вот я всегда говорю, у меня всегда есть большое уважение журналистам, которые честно признают и задают вопросы. Ненавижу людей, которые анонимны. Тараканы, клопы и еще как назовите их. Давить надо. Где видеть, пинать. Потому что это воспитывает не знаю что. Каждый человек имеет право на свое мнение. Но он должен быть не анонимным. Мне так кажется. Вопросы. А вообще можно дополнение по вопросу? То есть проверка от суд закончилась? При презентации проверки известно? Нет еще. Она только началась. Еще вопросы? Ксюша. Шамиль Камилович. Шамиль Камилович, после окончания сезона Растислав Равкадович Мурзакулов вводил в отставку. Что сейчас происходит с этой должностью? Ну, пока не назначено человека от республики, который будет курировать супруг. Его как бы вот нет. То есть мы находимся в том, что этот человек должен появиться и он займется должностью. Еще вопросы есть? В общем, последний вопрос. Сейчас появился частный футбольный футбольный футбольм курсалок. Следите ли вы за этим проектом. Как вообще вы можете сделать? Я специально? Молодец, хороший проект. Что могу сказать? Чем больше таких проектов, тем интереснее. А проверите то, что у него получится с этим проектом. Он деятельный парень. Он очень хорошие движения делал и очень неплохой футболист был, и в футболе очень серьезно разбирается, хочет хорошее сделать. Абсолютно мне нравится, потому что, ну, плюс-минус. Менились, что Романан забил голубь, не пожалели, что отпустили с футболом? Нет, но он попросился, он сказал, можно, я уйду. Здесь у него шансов нет, в первой команде заиграть шансов не могу. Он все время сломанный был, мы его отпустили. Такие вопросы. А то, что он забил, молодец, он развивается, и я только рад, что у него будет получаться, и если он вырастет в футболиста, то мы тоже в этом поучаствуем. Вы сказали про 100 миллионов, которые получили от экспорта в марте. Какие-то еще были 15 миллионов, если можно так говорить? Нет, а про бюджетные деньги вот они были, да. Надо понимать, что весь бюджет всегда у нас был рассчитан на то, что мы должны, у нас там договоренность была, что мы получаем от фонда около миллиарда рублей. То есть мы на определенном этапе здесь, по договоренности опять же, это все было нормально. Рассказали, что будет, конечно, окей. Это хватает. Так же вот идем дальше. То есть 200 миллионов мы получили от фонда. Это прямо начало, по-моему, января. То есть, получается, сейчас ваш бюджет 300 миллионов? Да, бюджет у нас больше будет. Но это же как, мы смотрим календарный год или смотрим спортивный год. То есть год у нас начинается в полный год с июня. Это с июня по мать или с июня по июне считаем. А календарный год это условно 31 декабря по 31 декабря. То есть, по какому вы рассчитываете? Я не знаю, по какому вы рассчитываете. Я живу по спортивному. Вы меня спрашиваете про календарный, я могу и по календарному ответить. Могу, если попросить у Кобелева, он сейчас принесет столько-столько, получи. Вопросов нет. Поэтому мы, если даже проверка приходит, мы всегда готовы. Мне даже интересно самому правильно использовать ресурсы. Вопрос Алексею Борисовичу. То есть УФА с вами продолжает кратить эти пять защитников. Вообще, вы сказали по рассматриванию, доход для рассматривания всех защитников. И вообще это реально для двумерного состава? Пять защитников, опять же. Пять защитников. Но эта схема такая же, она может играть в атаку. И есть три защитника. Номинает. Такие, как есть, если мы говорим про Баула, Милетича, Алиева. Вы назовете Алиева защитником? Я ему назову защитником. Баула то же самое. Игрок, который сможет играть на флангах атаки. Если вы заметили, то что команда в тех играх, которые играла, практически эти игроки находились на флангах атаки. И только тройка страховалась здесь. На сегодняшний день мы имеем просто тот набор футболистов, который позволяет играть именно в эту схему. Несколько ее трансформируем, входя, допустим, в 3-4-1-2 или 3-4-3. То есть различные ее формации. То есть, на мой взгляд, это оптимально. Опять же, я уже как-то отвечал на этот вопрос. Мне задавали вопросов, какую там ваша любимая схема, и что я отталкиваюсь от того, что есть у меня, от того материала, который есть. И на сегодняшний день я вижу, что для нас это оптимально и комфортно. Потом не забывайте, короткий период времени, да, это буквально там 30 тренировочных дней, если вы хотите что-то сделать, это очень мало. Можно просто сломать то, что было, вот, и не сделать что-то новое. Поэтому зимний там подготовительный клеев, он более, скажем так, лучше, да, и по срокам и по всему, для того, чтобы что-то поменять. Вот, и в целом, можете, как бы, по ходу сезона и 4 лечения. То есть это, и такой тоже может быть вариант. На сегодняшний день основная схема – это с тремя сутральными лечениями. Не с пяти стрельбами. Вопрос более, но для Олегу. Как вы со стороны игроков оцениваете вот прошедший сборок или как вы готовы с командой? Да, так. Мы просто хорошо приготовили. Там было много игр. Это само важно. Я думаю, что, когда ты проводишь столько много игр, ты больше ошибок, которые можно исправить, и просто, когда ты это исправишь, и играть зависит от чемпионата. Конечно, у нас команда составлена из опытных игроков и молодых. Это хороший баланс. Молодимым надо учиться. Мы будем помогать всегда. Мы тоже были молодые, кто-то нам помогал. Это нормальный процесс. И я думаю, что тоже в этой игре по нашему календару соперники выше уровня. Мы тоже играли с такими соперниками на сборе. Так что мы, я думаю, хорошо готовы. Мы просто ждем начального чемпионата. Олег? Не дал шанса не ответить, сказал. Развернутый ответил. Ну, первая игра покажет, в каком он состоянии, на самом деле. А так, физически, и то, что я нахожусь внутри, видно, что его подготовились очень хорошо. Как я сказал, главным тренером, мы не можем подойти в оптимальном состоянии к первой официальной игре. Но думаю, что ближайший этот тур, она будет максимально. Алексей Борисович, укомплектован тренерский штаб, но покинула Надежда Смирнова, реабилитолог во время сбора, даже, по-моему, до их начала, московских еще. Есть ли сейчас кто-то на этой должности или мне потребуются специалисты? Есть Артур Каримов, местный специалист. Надежда пошла на повышение локомотива. Артур занял на должности. Пожалуйста. Матвеев Данил, автор телеграм-канала «Всем Близоза». Комплексия Нанимна. Хотел задать такой вопрос. Почти на все игры прошлого сезона был бесплатный вход. И буквально перед игрой с «Зенитом», когда анонсировали игру, была небольшая стоимость в свои места – 200 рублей. И было много звучало в комментариях, почему такая цена. И получается, что болельщики уже не готовы платить за футбол. Что будет в следующем сезоне? В предстоящем сезоне? Будет ли также бесплатный вход? Или будет уже какая-то цена? Если брать по аналогии то, что я и говорил, получается, что сегодня мы не знаем, какую билетную программу делать. Что болельщик не говорит – я не знаю. И это происходит по всем местам. Продавать билеты, а потом отказывать – мы тоже не можем. Естественно, наверняка, с большой долей вероятности бесплатное посещение матча. И это не в том, что мы зазываем болельщиков, а это в том, что мы относимся к ним с пониманием, что есть матчи, на которые очень тяжело пройти. И это надо иметь большую любовь к футболу. Там иногда минус 15, прийти и поддержать свою команду. Естественно, этим мы дорожим. И пользуемся таким кейсом, который у нас есть. Пустите болельщика бесплатно. А иногда накормите кашей и чаем. Для того, чтобы иметь поддержку, которая нам необходима. Такой ответ. Спасибо. И еще вопрос Алексея Борисовичу хотел вас узнать. В негнитет сборов было такое нововведение, как гулет. Хотел узнать, где вы взяли идею, практиковали вы ее в Велесе или где-то в стороне посмотреть? В Велесе я ее не практиковал. Идея. Делали это в Зальбурге, но это делали по сезону. Там нет системы штрафов. Там есть большая рулетка. Игроков не штрафуют финансово за какие-то нарушения. Но если ты проведнился, игрок приходит, будет рулетку. Там есть подстричь воля, быть там, условно, продавцом в клубном магазине. Ну, различные варианты. Опять же, идея какая. Когда ребята в тренировочном процессе, в рутина, плюс далеко от семьи. Самое главное – это голова. Даже не физическое состояние голова. Поэтому мы эту идею приняли. Взяли, сделали балльную систему. То есть каждую тренировку игроки соревновались между собой в тренировочном процессе. И в конце недели мы подсчитывали баллы. Ну, дальше ты все видел, да? Да. Как восприняли игроки? Были ли те, кому не очень понравилось это видео? Не знаю, первый вопрос, наверное, будет. Те, кто желание исполняет. Наверное, не исполняет. Тогда еще последний вопрос. Кто придумывает задание, как наказание для рулетки? Тренировочный штаб. Тренировочный штаб. Тренировочный штаб. Тренировочный штаб. Не, но фишка хорошая на самом деле. Шенник Амилович, ушла легенда клуба Павел Аликин. Будет ли какая-то церемония, что-то вроде проводов, кланатов? Я вам скажу, что это такая для нас потеря большая. Я все-таки футболист и легенда, и не поводит этого слова «стоп» нашего блока. Я ему делал предложение о тренингском штабе, но Паша решил продолжить еще свою карьеру игровую. У него всегда открыт дверь для нас, он это знает. И, наверное, когда-нибудь, когда он закончит свою игровую карьеру, естественно, он окажется Дебе Хуфи. И мы, естественно, какой-то вариант проводов его продал. А сейчас, в такой ситуации, он бы как бы и провести его немного. Даже болельщик собрать не может сегодня. Ну и плюс он готовится к второй команде. И Сергей Борисович, мы этим говорили когда-то. Мы даже были готовы, что он выйдет в первом матче на пять, на сколько минут. Мы готовы были это сделать. Здесь огромное спасибо тренингскому штабу. Ну вот, Паша выбрал такой путь пока. Еще раз, ему большое спасибо за то, что он столько времени с нами. Прошел все, что вы видели, и я видел то же самое. Для меня это очень близкий человек. Мы ждем его. Мы ждем, и я думаю, что он будет в нашем клубе. Программите заключительные вопросы. Жанин Кеменович, сейчас не самая простая ситуация в клубе, все-таки для вас. Но какой момент был сложнейший в истории? В то плане, как ваше управление в этом клубе. Какой был момент сложнейший, период? Это каждый момент, мне кажется, каждыйLL各位 момент он самый сложен, потому что он новый. И это опыт. Каждый человек обретает опыт со временем. Следующий чемпионат, который сейчас у нас, он будет самый сложный к vandaag. А следующий, если будет предоставлено мне и всевышнему эта возможность, он будет также. Он будет самый сложный. Следующий день, который будет, он будет сложный. Вот так я считаю. А то, что мы проходили, для меня только большое-большое счастье, что я работал и работаю достойно над людьми. С людьми, которые меня кружают, с ребятами, которые играют за наш клуб, которые дают свое здоровье, возможности и растут вместе с нами. Давайте заключительный вопрос. А подрастающего поколения блогеров, пожалуйста. Мы уже узнали насчет Шафинского, что влищите ему команду. Еще вопрос по поводу Сухова и Сысуева. Они также тренировались с молодежкой. Вы также влищите ему команду? Сухов, по-моему, сегментарируется. Да, Сухов с нами. Дима хочет больше игровой практики. Мы на сегодняшний день те нападающие, которые есть, на наш взгляд, сильнее. Поэтому, опять же, у нас нет такого, что мы людей просто взяли, взяли. Мы с ними в диалоге. Когда человек хочет играть, у нас были с каждым из этих ребят разговор. И это совместное решение. Когда человек хочет уходить больше и иметь игровой практики, то здесь, как бы, мы ее не можем предоставить в том объеме. Поэтому здесь, как бы, лучше разойтись на хорошей волне, скажем так. Поэтому, Дима пока ищет команду. Сухов с совместным решением мы решили оставить. Ну, вот теперь самый заключительный вопрос. Теперь уже в город Зору. Ариен Петрович, я не понимаю, что мало вопросов. Наверное, такой самый популярный, про телеган-канал «Дарима». Вы сказали про анонимы, но у нее не анонимы. Нет, я, честно скажу, к «Дариме» я отношусь к большому уважению. И причина это одна, что она говорит и говорит от себя. Я сказал об анонимных. Я бы хотел их когда-то увидеть в жизни людей, разбирающихся в футболе, посмотреть их. И с ними хотя бы подискутировать. Я их не знаю. Что там за черти сидят, понимаешь? Вот в анонимных черти сидят. Я и хочу говорить, чёрт, вылези хотя бы, вот не покажи рожки, что там у тебя, ножки. Что у тебя там есть? Я же говорю, пусть он не думал, что там у меня есть. Так вот, вопрос к тому, как вы вообще относитесь к постоянной критике, и к тому, что Зарема Сарикова называет вашим сыном? Я уже отвечал на этот вопрос, ссылаясь на то, что, ну не знаю, творят незначимо. Неведомо. А то, что касается моих родственников и кратериев, которые есть, надо хотя бы мою биографию узнать и прочее. К Астону я отношусь поэтически и бесспорно. Как к любому футболисту, который есть у него. И играют в моём, в нашем клубе. К любому. Независимо от возраста. Я всё равно их старше и считаю себя для них товарищем постарше. А то, что критика, ну критика что-то, значит я живу, живу очень хорошо. Это поэтому критика. Потому что если критики не будет, я умер. То есть там будет что-то, не трогали что-то, что-то бывает. Там, наверное, всё-таки хорошие слова тогда скажем. А что ещё хочу сказать? Хочу сказать, что завтра у нас всё начинается. Почему? Потому что молодёжка старается. Молодёжки очень хорошие ребята. Я надеюсь, что буквально там скоро они будут привлекаться, а некоторые из них будут привлекаться к основной команде. Прямо есть на кого класс может положить. Поэтому мы развиваемся правильно. Есть молодёжка, надо её за ней следить. А года, которые у нас там у школы есть, ну просто сумасшедшие некоторые есть. Ребята, вот я вам честно скажу, там есть всё посмотреть. Я смотрю некоторые команды УФ. Мне прямо берёт гордость. Там такую игру некоторые тогда показывают. Просто сумасшедшие. Мы идём в правильном направлении. Любите футбол? Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это самое главное. Спасибо. 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 Продолжение следует...